Всем привет, легендарные внучата, с вами Бабка Шоу. Роблокс хотят запретить в Казахстане. Сегодня в этом видеоролике я расскажу вам о возможности блокировки Роблокса в Казахстане. Причем такая же возможность существует и в других странах тоже, поэтому Роблокс может быть запрещен. Но перед тем, как ты посмотришь этот видеоролик, обязательно подпишись на канал и поставь свой лайк. Погнали, легендарные внучата. Ищешь самые дешевые роблоксы? Тогда быстрее переходи на rbx3.io. rbx3 это сайт, который работает уже очень много лет, а это означает, что покупать здесь безопасно. Роблоксы здесь всегда в наличии, заходи, покупай. Активируй мой промокод Бабка и получай 5% скидки при каждой покупке от 100 роблоксов. Промокод можно активировать неограниченное количество раз. Переходите на сайт rbx3.io по моей ссылке в закрепленном комментарии или в описании под видео. Используй мой промокод Бабка и покупай самые дешевые роблоксы только там. С чего все началось? Почему я решил, что роблокс могут заблокировать? Как вы знаете, сейчас в Казахстане ставят вопрос о том, чтобы заблокировать Skullboy Runway. И об этом у меня тоже был видеоролик. В социальной сети WhatsApp существует огромное количество рассылок о том, что Skullboy Runway вредит жизни детей в Казахстане. Ну и в России тоже существуют такие рассылки. Но не так давно в этой социальной сети также начали появляться рассылки про роблокс. И сейчас я покажу вам одну из них. Здравствуйте, меня зовут Оружан, я мама 11-летнего мальчика из города Алматы. Недавно проходила мимо комнаты сына и услышала, как он вместе с мальчиками по звонку обсуждает какую-то игру, роблокс, в которой надо стрелять по другим людям. Вечером я решила поговорить с сыном и узнала, что в роблокс можно не только стрелять по людям, но там еще и требуют данные карты родителей, чтобы купить какие-то роблоксы. А также мой сын играет в Рагдол, где надо спрыгивать со здания и смотреть на анимации персонажа. Родители, обратите внимание на эту игру и то, во что играют ваши дети. Скулбой я удалила у него еще две недели назад. Видимо, придется удалить роблокс или забрать у него телефон. Рассылайте всем знакомым. Это сообщение мне отправила моя бабушка, а ей его отправила другая знакомая женщина, у которой дети тоже играют в роблокс. И она запретила играть в роблокс своим детям. К сожалению, в последнее время хотят запретить очень много игр в Казахстане. В 2020 году, помнится, хотели запретить Among Us. Сейчас хотят запретить Скулбой, Реновей и Роблокс. Это серьезная проблема. Причем эта проблема появилась не только в Казахстане, но еще и в России, Беларуси, Украине и ближайших СНГ странах. Что с этим делать, честно говоря, я не знаю. Но мы можем сделать только одно. Говорить нашим родителям, что ничего плохого в роблоксе нет. И стараться это как-то доказать. К сожалению, в Казахстане сейчас Скулбой, Реновей практически запрещен. Потому что в него перестали играть 95% ребят. Просто потому, что родители запрещают играть своим детям в Скулбой, Реновей. Также это делают учителя и в школах даже проверяют телефоны, есть ли установлены Скулбой, Реновей на устройстве. В общем, пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Гудба, легендарные внучата.